добро пожаловать на мой канал олог таймс подписывайтесь ставьте лайк обещаю со мной не соскучишься поехали это канадская артерия 401 хайвэй который идет прям с востока на запад и как вы видите прям здесь у этого хайвея находится я уже могу сказать целый комплекс аттракцион big apple большое яблоко я на самом верху здесь всегда очень-очень-очень много туристов всегда очень шумно поэтому я пытаюсь найти такое нормальное тихое место где можно спокойно рассказать и так все началось с фермы которая продавала яблоки и яблочные пироги прям вот у этой дороге у этого хайвея вот и бизнес был настолько успешный было настолько много людей которые хотели купить яблоки они большим очень вкусные различных сортов вот что эта ферма стала разрастаться они стали продавать больше яблочных пирогов построили целую фабрику потом начали останавливаться туристы построили вот это то огромное яблоко вот потом они начали здесь и кленовый сироп почему они развивались 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 поверьте пять лет назад здесь не было вот того что я сейчас увидел уже построили мини-гольф уже поставили еще какие-то заведения потом вот это вот зуб где можно идти гладить животных вот мне посчастливилось поговорить главным менеджером который вообще по моему он родственник или сын тех которые все это начинал разговор был длинный поэтому я не буду записывать это здесь показывать здесь что он сказал он сказал что я в чем секрет вашего успеха мне это очень понравилось он говорит дело в том что от торонто нужно ехать где-то два с половиной часа если прибавить на трафик на пробке еще какое-то время то ты к этому месту подъезжаешь часа через три через три с половиной когда хочешь кушать и именно в этом месте вот это вот вот это самое главное через три с половиной часа ты захотел есть и ты смотришь по странам где же можно поесть бах и вот эта ферма стоит вот это секрет успеха и наконец еще самое главное он говорит уже нужно останавливаться потому что все хотят в туалет если идет семейная какая-то экскурсия через три часа это точно нужно всем выходить в туалет то есть я так понимаю что а я его спросил то есть самое главное этот туалет и поесть он говорит да это вот основа успеха нашего бизнеса в конце нашего разговора что самое интересное подошла женщина ну вот оказалось его супруга вот и она посмотрела на него таким строгим взглядом поцеловала его таким взглядом и говорит что ты долго разговариваешь там есть какие-то проблемы по моему мальчик перевернул какой-то что-то упал и ты должен идти он сразу извинился вскочил и побежал то есть я понял кто же все-таки в доме хозяин вот такая экскурсия продолжаем движение дальше это петень зу вообще ничего то ждут наверно я думаю что это делать так же длите чтобы они знали вообще откуда яйца берутся я просто хочу подойти вон там очень старая полицейская машина и какой-то грузовичок еще стоит это пожарная машина а это полицейские скажу откровенно меня раздражает мини-гольф я не могу в него играть мне так скучно в него играть жутко просто потеря времени это не просто яблоко туда можно зайти внутрь внутри яблоко тут вообще целая экспозиция посвященная яблоку где они произрастают смотрится как какая-то как консерватория все равно или как телескоп какой-то кассегрена здесь всегда очень много туристов паркинг постоянно всегда забит и приезжая даже целые автобусы с туристами сама фабрика big apple различные города сколько до них километров от этой точки я вот смотрю например наверху написано северный полюс 5250 километров как историю оставили вот эти печи где раньше выпекали эти пироги яблоки это нарезанные местных фермеров они вот прям при тебе это все это делают магазин сладостей шоколад обязательно царство кленового сиропа канадский кленовый сироп традиции и рецепты кленового сиропа были взяты у индейцев до сюда приехали первые поселенцы они взяли рецепт и вот по нему стали это все делать не знаю как по-русски сказать штрюдель вот это с голубикой с яблоком чтобы клубника яблочный хлеб я откровенно говоря не могу представить и на первых тяжелый как можно сделать хлеб с яблоком apple cider это яблочный сок это все меду посвящено царство сахара мед в сотах огромное патио ресторан мини-гольф даже карусель есть так что мы взяли холодный яблочный сок это путин здесь мясо грибы и картошка в таком соусе они на рынке следом все знают этим кольца из лука и это бюргер но они говорят что прям мясо местных фермеров по плову и попробуем один пирог но мы взяли вишневый сейчас попробуем вишневый пирог сейчас и вот эта всякую сладость тоже позади я думаю делать очень хорошие деньги дело в том что мы вот за эти несколько то что мы взяли домой и в общем-то немного продуктов которые мы съели мы заплатили 95 долларов это в общем-то большая сумма для того что мы взяли вот но я еще раз говорю ребята очень много туристов очень много туристов очень много людей спасибо что были со мной до следующих встреч и как сказал великий чехов берегите себя человек